1 марта стартует общественный проект Школы местного самоуправления. Его цель – повышение роли граждан в жизни города, обучение общественных активистов не только теории, но и практики местного самоуправления, а также создание команды единомышленников для действий в интересах громады. О том, как это будет проходить, обсуждали в ходе пресс-конференции организаторы мероприятия. Учиться, учиться и еще раз учиться призывают координаторы проекта Школы местного самоуправления. Цель его научить граждан, гражданских активистов, общественных деятелей, в общем, тех, кто заявляет о своей активной позиции, управлять властью. Моя личная мотивация, вот почему и для чего это нужно, на мой взгляд. Я хочу сказать так, что на сегодня мы живем в условиях массовой неэффективности. У нас неэффективна власть, потому что занимается не тем, чем нужно, и неэффективно выполняет на самом деле свою основную деятельность, то есть жизнеобеспечение города. У нас неэффективно гражданское общество, потому что пока может найти выход своего недовольства тем, что происходит, либо просто гражданскими какими-то массовыми протестными акциями, либо недовольством, условно, скажем так, обсуждением каких-то там негативных моментов на кухне. И снова к революционной классике. Прошли те времена, когда управлять государством могли кухарки. Пришла пора взять власть в свои руки, потому как те, кто сегодня находится при власти, особенно на местах, зачастую не имеют представления о том, как власть должна работать. Это пилотный проект не только для Одессы, но и для Украины по многим причинам. Это проект, который позволит не просто подготовить будущих людей, готовых идти на выборы, побеждать и достойно выполнять свои обязанности в качестве депутатов в будущем. Этот проект позволит обычным людям, обычным гражданским деятелям, одесситам, научиться написать правильно запрос, получить и проанализировать информацию на те темы, которые будут этим людям интересны. Необходимо учиться управлять властью, понимать, как работают те или иные ее механизмы. Настоящая демократия – это даже не когда имеются инструменты управления, а когда ты умеешь управлять этими инструментами, иначе мы всегда будем ходить по кругу и побеждать на выборах. По-прежнему будут те, кто сумел правильно подсчитать, так, как это было на последних выборах городского головы. Во время выборов я решил пойти быть наблюдателем и попал в комиссию. Внутри я весь процесс смотрел, увидел, как у нас победил на выборах мэр, каким образом не смогли, получается, в суд подать. Как работают органы местного самоуправления, как они взаимодействуют между собой и самой громадой. Всему этому будут обучать приглашенные лекторы, профессиональные тренеры и даже политики. Своё согласие принять участие в обучающем процессе подтвердили некоторые депутаты Верховной Рады. Чем еще интересен проект? Он не принадлежит кому-то из олигархов и даже не относится к какой-либо политической партии. Учеба в школе местного самоуправления стартует 1 марта. Все, кто хочет принять участие в жизни города, всем, кто не безразличен к судьбе Одессы, все, кто хочет, чтобы общество было по-настоящему гражданским, приглашаются.